Значит, смотрите, у меня сегодня по плану должна быть, была финальная версия разговора про минус-дистрибутивы, но когда я этот план написал, ладно, вот этот план, мне кажется, этого хватит, если не на семестр, но, по крайней мере, на много. Поэтому я, значит, постараюсь не пытаться делать из этого такую сугубую мешанину и, видимо, остановлюсь где-то на середине, потому что, главное всего. Вот, значит, давайте напомним, какая у нас цель. Мы с вами, мы с вами посмотрели на, почти посмотрели на то, что я назвал Unix-оподобным минус-дистрибутивом, потому что сейчас есть и всякие другие церкви-дистрибутивы в инокс, это всего лишь, всего лишь нечто, основное на ядре рынка. Вот. И буквально там за три месяца годов он, по этому и слайд проскакает. Мы нарисовали такую довольно сложную схему, как вокруг ядра наматываются, значит, утилиты, ну, вернее, вокруг системы вызовов, ядра наматываются утилиты, вокруг ядра наматываются какие-то пользовательские приложения, потом, значит, там какие-то демоны, которые сами с собой работают, да, потом, значит, выясняется, что поскольку у нас основной интерфейс текстовый, очень много утилит про обработки текстов, которые, собственно, непосредственное отношение к системе не имеют, да, объявляясь, объявляясь, когда вы преобразуете тексты. Потом все вот это обмазывается шелом, который... Чего? It works. Он говорит хрусь-хрусь. Как волны... Волны бьются о борт корабля. А так? Вот. Значит... И все это вокруг обмазывается шелом, который внезапно превратил эту систему на 30 лет вперед в универсальный конструктор для всех задач. Кстати сказать, вот это вот... Почему-то до меня все эти годы не доходило, что именно это послужило точкой роста. Что ты имеешь дело с операционной системой, которой, а, ты управляешь из командной строки, запуская какие-то утилиты, б, у тебя есть скриптовый язык, который позволяет эти же самые утилиты запускать автоматически, и в, на самом деле, вся система на этом написана. То есть, есть утилиты, демоны и шел. То есть, когда ты делаешь систему над администратором, ты открываешь какое-то волшебное место в операционной системе, где написано «Стартовать всю операционную систему» и видишь, что это скрипт на шеле. Ну, реально, 20 лет назад ровно так и было. Такой был большой скрипт под названием РЦ, в котором было написано, как стараться стартовать систему. Ну, дальше это все улучшалось. Мы, может быть, в следующем семестре к этому вернемся. А пока сам факт того, что ты работаешь, учишься и производишь годный продукт в одном и том же окружении, конечно, очень сильно эту систему сделал такой вот... Туда легко попасть, трудно оттуда потом вырваться, потому что все вроде бы как бы вот... Все лучше и лучше становится вокруг тебя. Вот. В довершении всего там же был полный комплект документации, там же, в той же самой среде, да? То, что мы говорили, МАН, Инфо, вот это все. Вот. Единственное, о чем мы не поговорили в прошлый раз, это о старте операционной системы, то есть, смотрите, все-таки наша задача говорить о дистрибутивах. Дистрибутив – это инструмент bottom-half разработки и согласования некоторого комплекта программного обеспечения, и top-half – это доставки, дипломента, эксплуатации и, ну, эксплуатации, да? Соответственно, про разработку мы пока ничего не говорили, потому что не говорили. Потому что поговорим сегодня отчасти, а может быть, еще в следующий раз целую отдельную лекцию посвятим. Как мне кажется теперь. Вот. Про доставку мы поговорим сегодня, а вот про дипломент надо поговорить прямо сейчас. Мы должны сделать как-то так, чтобы у нас вот этот комплект, находящийся где-то, внезапно превратился в операционную систему, находящуюся здесь. Поэтому, когда мы описываем свойства операционной системы, начиная от ядра и заканчивая с этими утилитами и пользовательскими приложениями, мы должны описать, а как, собственно, вот с выключенной машины она превращается во включенную машину загруженной операционной системы. Вот. Это я хотел сделать в прошлый раз, но у меня времени не хватило, поэтому сделал это в этот раз. Традиционная последовательность загрузки довольно, кстати сказать, забавная. Тут я пересказываю наш с Кириллом учебник, который так и назывался ОСЛинукс, Операционная система Линукс, или введение. Полный текст этого ОСЛинукса лежит на сайте Unix.ru. Наверное, лучше ОРГ на всякий случай. Значит, в разделе книжки. Но, в общем, с тех пор ничего не поменялось, только ухудшилось. В лучшую сторону не поменялось ничего. Значит, смотрите. Вот вы включаете кнопочку павер на вашем компьютере. В нем ничего нет. По крайней мере, у него в мозгах ничего нет. Или не совсем ничего. Когда вы включаете компьютер, вот только-только завелся процессор, разогрелся, в кооперативной памяти что-нибудь находится? Точно? Откуда взялся? Вот. Значит, у нас для загрузки нашей всего, в досистемной загрузке, есть так называемый Boot-ROM. Загрузочный Read-On-Rememory. Загрузочное, это самое, постоянное запоминающее устройство с загрузочным кодом. Когда вы включаете компьютер, именно содержимое Boot-ROM внезапно начинает выполняться. Нет, ну там сначала выполняется Power-On-Set-Test, проверяются вообще какие-то устройства. Ну, мы говорим о теории. Итак, наша задача на этом уровне обнаружить хоть какие-нибудь устройства, с которых можно загрузиться. А вдруг их нет? Кстати, такое тоже бывает. Да, вы включаете компьютер, и вы говорите, ой, не могу найти загрузочное устройство, до свидания, я умер. Значит, задача. Поиск загрузочного устройства. Чтение. или, скажем так, да, чтение с этого устройства какой-нибудь небольшого загрузчика, первичного загрузчика, первичного загрузчика и его запуск. Если мы нашли. Иногда здесь можно выбрать это устройство. Знаете, в BIOS там F12 какой-нибудь, да, или что-нибудь такое нажимаешь, и там выбирается. Если он нашел их много, да, можно попробовать выбрать одно. В чем, значит, почему бы нам здесь вот не загрузить ядро операционной системы? Оно большое, оно неизвестно, где лежит, особенно после того, как мы его поменяем. Хотя я лично встречал такие железяки, в которых ядро операционной системы просто записывалось в специальное место, да, в какой-нибудь вот вообще, вот рядом с BIOS там, грубо говоря. После чего, конечно же, тут можно было запускать ядро. Окей, если мы не можем запустить ядро, то что мы должны загрузить? Какой-то загрузчик ядра. Загрузить загрузчик ядра. В чем проблема в загрузке загрузчика ядра? Все то же самое, оно большое. Смотрите, мы же хотим не просто загрузчик загрузить, а загрузить такой загрузчик, с помощью которого мы должны загрузить ядро, какие-то модули этот в ядрах к нему присобачить, какие-то, значит, параметры ему сказать, довольно дорогое ядро, так не загружайся, так загружайся. Ну, и вообще как-то это управлять. Вот это все, в общем, довольно большое. Поэтому первичный загрузчик, как правило, ничего этого не умеет. Назовем вот так, бутблок. В знак того, что то, что мы загружаем из биоса, это какая-то простейшая поделие, лежащая на нашем устройстве. Какой-то может быть жесткий диск, флешак, сеть, да? Какой-то кусок кода, который мы загружаем для того, чтобы загрузить что-то из сети, уже большое. Разумеется, мы не можем загрузить прямо из сети, ядро прямо в биосе. Мы должны загрузить какой-то загрузчик небольшой, поэтому называется блок. Обычно там первый блок устройств. Задача которого поиск чего? Загрузчика настоящего. Загрузчика 2. Загрузчика 2. Загрузка, чтение его. Запуск. Те же самые задачи, но на этот раз, поскольку наш загрузочный сектор, он же загрузчик 1, лежит на некотором устройстве, вот он-то как раз может знать, где лежит загрузчик 2. Или знать, или уметь искать. Биос может и не уметь. А мы гвоздями, может быть, прибили к этому загрузчику 1 знание о том, где лежит загрузчик 2. А может, не гвоздями, черт его знает. Короче говоря, поскольку этот загрузчик загружен с конкретного устройства, в него можно внедрить знание про эти конкретные устройства. Мы загружаем загрузчик 2. Он называется bootprog в теории. Уже в отличие от bootblock, он может быть условно-произвольного размера, ну, скажем так, в пределах разума. Да? Значит, и вот этот bootprog, вот он-то у нас грузит ядро, поиск ядра, чтение, ну и передача управления, запуск. После чего стартует ядро, и дальше уже, собственно, начинает работать операционная система. Потому что ядро уже, это ядро, там, все программные, все, всю программную часть, оно же реализует, ядро. Вот. Оно проверяет, какие у него, у ядра есть драйверы, какие доступы к устройству, вот это все. Значит, может быть еще конфигурация, да, поиск ядра. Вот здесь вот еще может быть настройка. Но, в принципе, эта настройка может быть и здесь, и там, понятно, да, мы можем захотеть, вот здесь вот выбрать устройство, вот здесь вот я даже не знаю, что, вот здесь вот нам строить ядро, передать ему какие-то параметры ядра, вот, кстати, очень часто бывает, да, там вот загружаете какой-нибудь дистрибутив, и у вас черный экран. Вы звоните гуру, гуру говорит, ну, слушай, ну, ты не звоните, а щелкайте в телефонке гуру. Он говорит, ну, ты, говорит, выбери безопасная загрузка, ты выбираешь безопасную загрузку, и у тебя вот такие иконские буквы, там, вот такие вот, и графики не запускаются. Он говорит, о, ведь видишь, все хорошо. И вот. Значит, загрузочная программа. Загрузочная программа умеет загружать ядро, умеет его как-то настраивать, собственно, пинать ему, говорить, дорогое ядро, запускайся, вот эти настройки, если есть какие-то модули, подгрузить модули, все. Дальше идет системная загрузка. Вот это все досистемная загрузка, так называемая. Досистемная загрузка. Я про нее говорю, потому что Unix, 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 а вот это все должно на вашем компьютере как-то заработать после того, как вы примените процедуру дипломента к вашему дистрибутиву. Да вот. Значит, в случае линукса возникает один забавный момент. Называется лень двигатель прогресс. Я вам расскажу, например, как устроена процедура системной загрузки во FreeBSD. У нас есть BIOS, у нас есть bootblock, очень маленький такой, но адские хакеры из FreeBSD умудрились в 428 байтов, которые у них есть для того, чтобы загрузить его из первого блока устройства. Мало ли как устройство устроено, потому что у второго блока вообще нет. Только первый. Поэтому только первый блок. Еще там partition table в конце. Значит, 428 байтов и около того, они туда умудрились не только фахать первичный загрузчик, но еще в него вковырять возможность выбора других загрузчиков из других устройств. Применяя какие-то адские технологии по сокращению размера кода, ну там, не адские, скажем так, хакерские. В стиле прошлого тысячелетия. Да, Михаил. Тут вообще, Галинато, заметить, что это все-таки в значительной степени специфика PC на других архитектурах вот эта часть может выглядеть как проще, так и значительно сложнее. Да, разумеется. Но в данном случае мне интересен подход, при котором мы на каждом очередном уровне не пользуемся тайным знанием о том, что будет в следующем. У нас есть какой-то универсальный способ загрузить один блок с какого-нибудь устройства, опубликованный в специальном месте нашего ПЗУ. Например, в биосе. И мы его грузим. Загрузивший этот блок, мы получаем программу, запустившую из него программу, получаем программу, которая обладает этим тайным знанием по нашему устройству. Понятное дело, что в каком-нибудь, в каких-нибудь тех самых санах, в Spark Station, там знаете, что вместо биоса было? Там вместо биоса был готовый форт-интерпретатор, интерпретатор языка форт, который выполнял все вот эти функции. Включая загрузку ядра, профилирование ядра, вот это все. Прямо в биосе, форт. Что? Дорогая машина, хорошая, годная. Прямо берешь, я был очень рад, я очень люблю язык форт. Любил. Ну и сейчас люблю, но так, вспоминаю о том, что он был хорош. Не путать с форт-раном, разумеется. Значит, скажу так, вот то, о чем я сейчас буду рассказывать, возможно, это действительно специфика архитектуры BMPC, в том виде, в котором она до меня дошла. Идея в чем? Идея в том, что это прекрасно, да, так вот, значит, как устроено в том же самом, в той же самой FreeBSD, да, вот BUD ROM, это BUD ROM, BUD LOG, это вот этот волшебный 428 байтов, а BUD PROG, это знаете, что такое? Вы будете смеяться, интерпретатор языка форт, вот, смеются. Значит, интерпретатор языка форт, но он, естественно, не в биосе лежит, а там вот где-то в межященном пространстве, где полагается лежать загрузочной программе, а который знает загрузочный блок, где она лежит. Вот. Ну, поскольку это интерпретатор языка форт с некоторыми, значит, наслоениями, предназначенные для загрузки ядра, модулей ядра, настройки, вот этого всего, да, дальше уже там, ну, как бы, имея под руками программу, написанную тобой для себя, да, все хорошо. В чем недостаток этой прекрасной схемы? Недостаток этой прекрасной схемы состоит в том, что вот этот BUD PROG со временем превращается в такую операционную систему, со своими драйверами внешних устройств, с которых потом надо загружать ядро, со своим компоновщиком, который умеет прикомпоновать к ядру модуль, и вообще со всеми вот этими пирогами. Вот. Таковым является и какой-нибудь этот самый GRUB, да, Grand Unified Bouter, да, ну, вот, вернее, хотел являться, да, вот первая версия GRUB, не зря же он Grand Unified, это универсальный, великий универсальный американский загрузчик, вот, не американский, не помню какой, там декларировалось, что он умеет загружать ядра всех операционных, всех трех операционных систем, причем, третий, это не Windows, конечно, там был BSD, Linux и Solaris, по-моему, нет? Да что-то еще. Ну, не важно. Вот. Короче говоря, декларировалось, что он умеет загружать все ядра всех операционных систем, компоновать их, все, ну, конечно, это никому не надо. Короче говоря, никому не охота писать еще одну операционную систему. Поэтому вот в этот уровень мы вводим еще один промежуточный кусочек. С помощью чего удобнее всего загружать модули к ядру, профилировать и вообще все делать, что мы и хотим делать вот отсюда? Разумеется, с помощью операционной системы. Какой? Linux. Поэтому современные последние загрузки Linux выглядят так. Вы загружаете не только вот этот бутпрок, он очень тупой, грубо говоря. Нет, стоп, где? Да, вот этот бутпрок, он очень тупой. Он умеет загружать ядро, а еще он умеет загружать небольшую файловую систему, которую размещает в памяти. Результат. Вместо того, чтобы встраивать вот сюда драйвера файловых систем, компоновку устройств и так далее, мы по тому же самому механизму, по которому мы загрузили ядро, по нему же мы подгружаем еще один кусок в памяти, и это, оказывается, файловая система. В ней лежит что? Да базовая система Linux в ней лежит. И все нужные драйвера для Linux и вот тогда происходит вся остальная часть, когда ядро компонуется с драйверами какими-то, что-то запускается, какие-то настройки предварительные делаются, после чего, собственно, наконец-то, после подгрузки этих драйверов, наконец-то становится виден настоящий жесткий диск, и с него уже монтируется настоящая файловая система, и эта файловая система в память просто выбрасывается к чертям собачьим, и дальше начинается загрузка уже в человечестве. В общем, хитрые линуксоиды вставили вот сюда так называемый стартовый виртуальный диск, чтобы как можно больше функций переложить с загрузочной программы на сам Linux. в частности, компоновка с драйверами точно происходит тут. Ваши модули, которые отвечают за работу с внешними устройствами, находятся вот в этом стартовом виртуальном диске, и там же находится некий код, который позволяет это все подгрузить, настроить и запустить уже настоящий линоксистем. Ядро при этом остается то же самое, разумеется, вы его только что загрузили. А вот эта вот файлная система в памяти, она некоторыми используется, а потом выбраться. Тем самым, мы избегаем необходимости все вот это вот, в это вот все встраивать все возможные хотелки, которые мы хотим вот на досистемной загрузкой операционной системы сделать. Досистемная загрузка. Системная загрузка. Сначала загружается ядро. Ядро ищет те файловые системы, на которых расположена система. Там вообще определение устройств. Значит, определение устройств. Определение устройств. Вот. Он, как бы, оно их ищет. Значит, обратите внимание, что в случае линукса к этому моменту уже отработал какой-то кусок кода. Подгрузились какие-то модули, которые отвечают за внешнее устройство. И поэтому следующий шаг это определение точек монтирования. Монтирование. Ну, конечно, в первую очередь корня. Ну, и всех остальных тоже. Вот. Мы с вами помним, что такое монтирование. Когда разрабатывалась Unix-система, для унификации всего пространства файлового Unix-системы было принято решение, что никаких раздельных дисков там не будет, а будет корень. А если у нас есть другое устройство, другая файловая система, которую мы хотим тоже посмотреть, она просто монтируется как нечто, находящееся, растущее из какого-то подкаталога. Вот этот подкаталог называется MountPoint, и, соответственно, все дерево каталогов представляет собой все файлы системы, объединенные вместе. Предполагается, что ровно тогда, когда все файлы системы будут объединены вместе, тогда мы и выйдем на штатный режим функционирования нашей Unix-подобной системы. Поэтому ядро должно определить, во-первых, где у него корень, вот, и этот корень смонтировать. Что в этом корне? В этом корне находятся в первую очередь все нужные утилиты для того, чтобы продолжать дальнейшую работу. Для того, чтобы продолжать дальнейшую работу, запускается процесс init. у него пид равен единице. Вот. И этот процесс init начинает разбирать в разных системах на сегодняшний день по-разному настроенные, устроенные конфигурационные файлы. Сейчас я посмотрю, хотел я про них рассказать или нет. Тут написано to do. Хорошо, давайте тогда так сделаем. Давайте я расскажу про то, как это устроено в, скажем так, гнулиных дистрибутивах, то есть, действительно у них подобных. А когда мы все закончим и будем говорить про, условно говоря, недостатки текущей схемы дистрибьюции, тогда мы поговорим про, скажем так, системдейлинг дистрибутивы, где вот в этом месте начинается одно существенное различие ваше. Значит, если мы имеем дело с так называемым CIS5-анит, то общая схема загрузки будет следующая. По некоторым правилам, которые тоже от дистрибутива к дистрибутиву розницы, но общая идея всегда становится някку, по некоторым правилам определяется, какие службы системные, то есть какие демоны, и в каком порядке следует запускать. Причем это не только демоны, а вообще у нас есть какие-то действия, которые нужно проделать, прежде чем объявить пользователю, что операционная система функционирует в штатном режиме. Что это за действия? Ну, какие-то запуски каких-то утилит, проверка чего-то, монтирование всех остальных файловых систем, например, не только корни. Потому что теперь есть утилита mount. давайте мы его вызовем и смонтируем. Исторически это развивалось так. Когда-то давным-давно был один... Да, хорошо, еще раз. И так, чтобы система стала функционировать в штатном режиме, нужно проделать какие-то действия, запустить какие-то демоны и запустить какие-то утилиты, которые что-то сделают. Какая сущность потребна для того, чтобы это произошло, дышал сценарий. Вот каких-нибудь 15-20 лет назад, уже, наверное, больше 20, 25-30, я суперстар, значит, каких-нибудь 30 лет назад, всего-навсего, это был один сценарий на Шелле написанный. Он назывался RC. Не знаю, почему. Ресурс, контейнер, нет, не могу сказать, RC. Вот этот RC-скрит просто запускался, и в нем просто на Шелле было написано, что стартовать, в каком порядке. Да, и, кстати, я не зря про это рассказываю. Чем плохо вот такой монолитный сценарий? Один. Как запустить систему? Он большой. Хуже того, каждый раз, когда вы что-то изменяете в настройке этой системы, вам приходится своими грязными ручонками лезть в этот RC, вот, и там прямо вот с ручонками этими поправлять. Это запускаем, это не запускаем, а тут вот я программу написал, и тоже надо запустить. А это что за хрень? Забыл поставить комментарий, не знаю, что это такое. Давай закомментирую. Не перезагрузилось. Давай раскомментирую. Опять не перезагрузилось, что-то испортилось. То есть, значит, монолитный сценарий, монолитная схема. Очевидно, монолитная схема была неудобна. Ее начали пилить. Там пошло, значит, разветвление в разные стороны. В некоторых дистрибутируях используется схема, в которой, ну вот, скажем так, в ранних версиях, в средних версиях 3BSD использовалась схема, когда сценарий-то был монолитный, но он состоял из многих других сценариев, которые последовательно запускали, и там было большое-большое количество переменных, которые надо было установить в настройке, и тогда само оно то включалось, то выключалось. Но, по сути, он все равно был монолитный. Вот. В Linux дистрибутивах довольно быстро поняли, что так делать нельзя. Кстати, почему я как раз, мы как раз к этому сегодня должны прийти, почему так делать нельзя именно в Linux дистрибутивах, и пришли к так называемой точке D-схеме. Точка D-схема не монолитная, точка D-схема. Это вообще довольно популярная, придуманная, я боюсь соврать, но, скорее всего, в сообществе Debian способ, когда нам из монолитного файла надо сделать много разных файлов, которые лежат в каталоге, в данном случае, rc.d. Ну, точнее, в Linux это называется init.d. Что здесь лежит? init.d. Там есть какие-то сим-линки, но будем называть его init.d. Что здесь лежит? Здесь лежат так называемые старт-стопные сценарии. Сценарии, написанные на шеле, все на том же, которые принимают, которые принимают, ну, допустим, он называется там, не знаю, кого там можно запускать, ну, какой-нибудь бинт, намет. Вот. Нет, он, по-моему, бинт называется. Ну, пускай будет намет, не важно. Его можно говорить старт, команда старт, старт, командные строки, стоп, рестарт и статус. И, соответственно, что это такое? Это запуск демона, в данном случае, бинт, ну, который заменяет домен системой имен. Вот. Причем, поскольку демон бинт пишут вовсе не сами разработчики Linux системы, а довольно специфические ребята из интернет-сервис консорциума, это правда очень специфические ребята, вот, но с огромным опытом, это просто люди, которые там не то, что собаку, да, они и как бы то животное, из которого собака произошла, съели на этой работе. Вот. Так вот, значит, понятно, что запуск самого бинта и это запуск программы бинт с какими-то страшными ключами. Причем, возможно, прежде чем запустить эту программу со страшными ключами, надо еще что-то попроверять. Если раньше мы это прямо руками, ногами, вернее, писали вот сюда в РЦ, то теперь мы это ногами вписали в намет, не в намет, а в ЕТЦ, ЕТЦ, естественно. ЕТЦ. Я забыл сказать, что это все лежит в ЕТЦ. Вот. В ЕТЦ и не Д на мет, и написали так вот этот скрипт на шели, что пользователю, администратору не нужно вспоминать все эти страшные ключи. Он тоже говорит ЕТЦ на мет старт, ЕТЦ на мет стоп, ЕТЦ на мет д, на мет, там, рестарт статус. Понимаете, да? Унификация. Как бы не извращался автор того сервиса или той утилиты, которую надо запустить при старте системы, мы, как авторы дистрибутива, что важно, заворачиваем это в сценарий шель, таким образом, чтобы администратор наш не читал до посинения МАН, чтобы понять, как запускать этот самый намет в штатном режиме, а говорил ЕТЦ, не Д, а на мет 100. Ну, в каких-то дистрибутивах типа Федоры даже написано специальная утилита сервис, чтобы путь не говорить. Говоришь, сервис на мет старт. Он выполняет ЕТЦ и НИД на мет старт. Ну, правда. Для удобства. Вот тут таких сценариев 100500, потому что вы можете понаставить в свою систему какие угодно сервисы, и совершенно необязательно они должны все стартовать. Потому что на самом деле вот отсюда, отсюда, ЕТЦ и НИД ничего не стартует. У вас должны быть специальные каталоги что-то типа ЕТЦ, РЦ, точка, номер, какой-то номер, номер, точка, номер, точка, нет, РЦ номер, точка, и дальше Ах, не в ту сторону повернул. И дальше, а вот что дальше, это довольно интересно. Давайте я эту писанину сотру немножко, где-нибудь. Давайте вот здесь сотру. Значит, повторяю, что я сейчас рассказываю один из многих, из примерно десятков, десятков способов старта системы, системной загрузки. И всего лишь ради примера того, чтобы показать, как специфика того, что мы делаем, влияет на специфику старта системы номер, номер, etc, rc, там, не знаю, номер, ну, скажем, 5.d, а дальше, там стоят те же самые файлы, ну, точнее, ссылки на них, так называемые символы ссылки, вот, которые будут называться так, примерно, s, дальше номер, ну, скажем, там, 33 на мет, нет, как-то так, нет, нет, что будет означать, что при переходе на пятый уровень, так называемый уровень выполнения, ну, короче говоря, при входе в систему в штатный режим работы номер 5, при входе на этот режим надо запускать вот этот самый на мет, причем, поскольку все эти файлы имеют вид s, номер, имя, да, то он будет запущен строго, вот, после файлов с меньшим именем, да, в лексико-графическом порядке, ну, там будет s, скажем, что-то там, а здесь будет s 50, что-то там, вот, причем, вот этот, вот этот, вот этот файл является просто ссылкой на initc, initd, initd на мет. таким образом системному администратору для того, чтобы запланировать запуск операционной системы в штатном режиме номер 5, достаточно всего лишь разложить вот сюда семлинки вида s, номер, имя сервиса, и они будут запущены в том порядке, в котором они упорядочены лексикографически с этим номером, для этого номер нужен. А вот если при переходе на соответствующий штатный режим работы номер сколько, то нужно остановить сервис, то там будет так называемый стоп-скрипт, он будет называться k, скажем, 10, уж не знаю что, по-моему, ничего не надо остановить при переходе на пятый режим полный. Значит, вот эти сценарии будут просто запущены с командой start, а вот этот с командой stop, вот и все. Наличие вот этой штуки вот здесь будет просто наш init пройдется по всем вот этим, и все, которые на s запустят с параметром стоп, а все, которые на kast start, а все, которые на kast параметром стоп, все. Вот вам и вся хитрость, больше ничего. Вот. Тут, правда, встает вопрос, а кто же придумывает вот эти номера? И это очень хороший, годный вопрос, с которым, в общем, очень много, об которой было словно очень много копий, вот, и, скажем, ряд дистрибутивов вообще не пользуются этой схемой, а пользуются, ну, вот, в какой-нибудь, в какой-нибудь, где там OpenRC у нас, в Gint-u, да, в какой-нибудь Gint-u используется OpenRC, который вообще, вот эти номеров не признает, зато внутри сценария будет написана зависимость. Скажем так, вот этот сценарий нельзя запускать до вот тех сценариев, а вот такие сценарии надо запускать после него. и во FreeBSD сейчас так же устроено, не Linux дистрибутив, в дистрибутиве FreeBSD, у нас сначала запускается специальная утилита RC-WAR, которая строит дерево зависимостей стартовых сценарий, а потом их запускаем. Причем, в идеале, те сценарии, которые на данном уровне независимы, да, их можно еще и параллельно запустить. Почему бы и нет, если процессоров много, все нормально. Так или иначе, кстати, в некоторых схемах, по-моему, у этого самого, в OpenSUSE, вот там использовалась такая схема сисвоенитная, но там тоже были зависимости. Так вот, разумеется, никто не заставляет системного администратора самому изобретать всю начинку его операционной системы, если он хочет просто поставить и пользоваться. Поэтому существовали некоторые умолчания, они были в виде значительных, значительных комментариев прямо упакованы в этот скрипт, там вначале было написано, если никто не выпендрился, то пускай вот этот намет будет 33-м, там вот этот, там это будет 50-м, прямо было написано, при старте номер 50, при останове номер там 10. Соответственно, при установке системы, тут создавалось, или не при установке, при вызове соответствующей утилит, которая активировала это дело, сюда просто расставлялась эта символная ссылка, а при вызове утилит, которая деактивировала, она называлась, по-моему, забыл, та, которая старт-стоп, она называлась сервис, а та, чек-конфиг она называлась, вот, цшк-конфиг, платка утилита, ты говоришь, цшк-конфиг там намет офф, и он бац, и удаляет отсюда этот файл, и больше при старте на пятый системный уровень намет не запускается, говоришь, цшк-конфиг он, он бац, добавляет отсюда, причем здесь пишется именно 33, потому что там у него внутри написано, что он должен быть 33, прям в скрипте, вот, таким образом, я возвращаюсь к тому утверждению, которое сделал в самом начале, таким образом, мы все еще работаем в рамках операционной системы, которая состоит из утилит, демонов, то есть у нее в ядре есть программный интерфейс и у библиотек, да, у тех программ, которые ты запускаешь, они предоставляют тебе командный интерфейс, и ты пользуешься этим интерфейсом, когда работаешь системой, и на нем же устроены сценарии, которые эту систему с нуля доводят до конца, вот, если мне не изменяет память, номер пять, по крайней мере, в наших дистрибутивах, это там так, номер один однопользовательская система, номер два, значит, многопользовательская без сети, номер три многопользовательская сетью, номер пять многопользовательской сетью и графикой, вот, все это абсолютно бессмысленные, условные договоренности, и поэтому в большинстве, в большинстве дистрибутивов от них отказались, вот, ну и, собственно, мы, когда перейдем, в том месте, где мы перешли с System 5 Unit на System D, мы тоже отказались от этого устранения, оно, в принципе, не обязательно, вот, когда оно было более-менее повсеместным, я рассказывал о том, что это вообще какая-то совершенно адская легоси, вот эти вот, если внимательно поглядеть на эти три уровня, первый, второй, третий, это, знаете что, это уровни секретности, когда у вас один субъект, когда у вас несколько однотипных субъектов, когда у вас несколько субъектов с различными правами доступа, вот, то есть это еще из мультик все идет, вообще, ну, короче, все уже забыли, зачем это нужно, вот, тем не менее, идея именно такая, что есть еще 7 и 9, или 6 и 9, я не помню, 6, по-моему, 9, 6 атрибут, 9 шатдаун, да, только осформлены как системный уровень выполнения, почему, да очень удобно, ты говоришь, другой НИТ, перейди, пожалуйста, на 6 уровень выполнения, а это рябут, что он делает, дорогой НИТ, у него там к-к-к-к-к-к везде написано, поубивать все сервисы, аккуратненько, остановить их, а потом перезагрузиться, или, а потом выключиться, вот, смотрите, что получается, получается, что наша операционная система выходит в свой штатный режим, пользуясь абсолютно теми же самыми средствами, которые мы декларировали, как базовые средства для построения этой системы, для ее изучения, для ее, так сказать, модификации и так далее. То есть, любой ЮНИКС-администратор мог просто взять, если ему не нравится, своими шаловливыми ручонками, влезть вот в этот сценарий, что-то там волшебное поправить, после чего его операционная система начинал работать еще лучше. Собственно, именно так оно и происходило. Именно от того, что когда ты работаешь с тем же, ты учишься тому же, с чем работаешь, и с помощью него же решаешь свои проблемы, именно от этого и возникает желание и главная способность и возможность это делал улучшать. Улучшил у себя на машине, расскажи товарищу. Рассказал товарищу, вошло в следующий дистрибутин. Чтобы закончить разговор о ЮНИКС-подобных системах, временно закончить, я думаю, что в следующий семестр как раз мы им посвятим. По крайней мере, ближе начнем с этого закона. Я процитирую себя уже уже даже не времен нашей с Кириллом книжки, а самую первую книжку, которую я написал по ЮНИКС в жизни. Она называлась «Как и ни странно, операционная система ЮНИКС». Но это была очень смешная книжка, правда. Она была жестоко идеологичная. Просто такая, знаете, такая вот... Молодой я был. Но в ней я сформулировал четыре принципа, которые, на мой взгляд, достаточно адекватно иллюстрируют, почему вообще вот этот ЮНИКС-подобный конструктор оказался эффективным и удобным конструктором. Четыре принципа. Эти четыре принципа так или иначе было бы неплохо нам соблюдать, когда мы перейдем к решению вопроса о дистрибьюции. Главный принцип... Нет, они все главные. Тут среди них нету не главных. Значит, принцип... Как он называется там? Распределение ресурсов. Р. Что значит распределение ресурсов? Это означает, что человек не должен работать. Компьютер должен работать. Человек должен думать. Вот. Соответственно, если ты возле своего компьютера выполняешь работу компьютера, то кто-то из вас неправ. Либо ты неправ, и ты отказываешься думать. Либо компьютер, ну, читай, операционные системы, да, вот та начинка компьютера, с которой ты имеешь дело, неправа, и она отказывается работать, выполняйте автоматическую работу. Вот. То есть, распределение ресурсов как бы физиологических, да, сколько раз ты нажмешь на кнопочку мышки, прежде чем задача будет решена, умственных, да, что если у человека есть способность мыслить, решать логические задачи, микропрограммировать, как в случае Шелла, да, то неплохо бы их задействовать и постоянно их держать, ну, в тонусе. А не так, что человек там вот сидит, там, сто пятьсот раз нажал на мышку и как бы получил результат. Вот. Ну, и я бы сказал эмоциональных, тут так написано, имеется в виду вот что, что ты должен получать от своей работы с вот этим всем какой-то, какой-то бонус, какое-то положительное подкрепление, да, вот. От того, что ты сто пятьсот раз нажимаешь на мышку и учитывать, у тебя ничего не получается, никакого подкрепления не получится положить. Да, от того, что ты что-то сделал, создал, и оно заработало, и решил из-за тебя все твои задачи. А мы помним, да, что LinuxOid это человек, который три часа будет писать сценарий, который за пять секунд сделает то, что нормальный человек вручную сделает за час. Да, так вот, значит, от твоего совершенствования, от твоего допиливания всего этого безобразия должен быть положительное подкрепление, да, и вот это я назвал, как бы, эмоциональный ресурс, эмоциональный. Так вот, та схема, от которой мы говорили последние два, две лекции, да, она вот очень хорошо укладывается в это дело, да, везде, где есть возможность заставить работу машины, ты пишешь шелл-сценарий, и работает машина. При этом ты только думаешь. Вот. Ну, и как бы ощущаешь себя таким маленьким башком, таким творцом маленькой операционной системы, да, ты его обиходил, написал много, изготовил много велосипедов с квадратами и колесами, которые тебе помогают ездить. Вот это все. Информационные открытости. Второй принцип, пожалуй, он, наверное, важнее всего остального. У тебя для того, чтобы любая задача была решена, нужно иметь не набор решений всех задач, а информацию достаточную, чтобы решить эту задачу самостоятельно. вот. Соответственно, опять-таки, там три принципа. Информационная открытость, собственно, для решения задач, да, там, документация, условно говоря. Информационная открытость в плане того, как ты, чтобы ты понимал, как все работает, да, это исходники. Тут есть, как бы, вы можете меня спросить, а как же классический Unix вот тех еще времен, он мог быть вполне себе закрытым. Ну, смотрите, ушельные исходники всегда открыты, ты точно знаешь, как работает система. А про, возможно, проприетарную Unix-овую утилиту, те еще тогдашние, ты можешь прочесть полный мануал, про них точно написано, как они работают. И вот. Ну, вот, допустим, Solaris был так устроен, да, это была несвободная операционная система. Там, кстати, ядро было, скажем так, свободное для чтения, такое полуоткрытое. Ты мог читать исходники ядра, и оно было адски, просто, наоборот, не адски, райски. Чертовски документированно. Вот. И поэтому люди очень-очень любили писать под Solaris всякие штуки страшные волшебные. Вот. И, естественно, для информационной открытости в плане взаимодействия в сообществе, да, взаимодействия сообщества. То есть, твоя организация, должна быть устроена таким образом, чтобы не только ты понимал, что ты делаешь, да, но и твои товарищи тоже понимали и знали и могли воспроизвести в случае чего. Именно тогда они, как бы, рядом с тобой задержатся, потому что им будет удобно. Вот. Получился копирайт. хорошо, я назову этот принцип, он называется принцип умопостижимости контекста. Сейчас я расскажу, что это такое. А пока подумаю, что тут написать. У. Давайте переделаем в русский язык. Р и У. Принцип умопостижимости контекста, это тоже, знаешь, не все четыре главные. Это тоже главный принцип из этих четырех, который говорит нам следующее. Любая задача должна быть актуально разрешима. Не просто в теории, да, ты берешь, читаешь всю документацию по что бы такое придумать, по САПР-3 всю. После чего у тебя случается, ну, я знаю, что случится с человеком, если он прочтет всю документацию по САПР-3. Так нет, у тебя после этого, наоборот, должно случиться откровение, и ты должен решать свою задачу. Вот. Значит, организация информационного пространства, распределение вот этих усилий, организация архитектурной операционной системы. Все должно быть подчинено требованию, чтобы задача, коль скоро она перед тобой возникла, была разрешима за фиксным таймом. Чтобы ты мог быстро найти нужную документацию. Чтобы ты мог легко составить программу, которая решает небольшую подзадачу. Чтобы мог легко разбить на подзадачи большую подзадачу, и, соответственно, для каждой из них легко составить программу, которая, ну, и так далее. Вот. Мы с вами уже заглядывали в этот принцип в муниципальном контексте, потому что основной краеугольниками это human readable. Помните, да? Все файл. Чтобы мог, причем не просто файл, а текстовый файл. Чтобы вся информация, которую ты получаешь от системы, читалась. Human writable. Я, скажем так, я не уверен, я не уверен, что я изобрел этот термин, но я его изобрел независимо от всех остальных. То есть, та информация, которая воздействует на систему, например, на ее настройку какого-нибудь демона, должна быть такого размера и такой сложности, что человек должен уметь ее сам написать в случае чего, а не только прочесть. Вот. Это важно. И последняя составляющая этого принципа умостяженности контекста это грамотное членение на подзадачи. Ну, мы знаем с вами из экспериментов различных когнитивных психологов, что оптимальное разбиение какого-то пространства на семантически раздельные области это там 7 плюс-минус 2 штуки. То есть, если у вас есть 3 однотипных каких-то сущностей, между ними очень легко ориентироваться. Если у вас есть 9-10 однотипных сущностей, между ними тоже, в общем, можно научиться ориентироваться. При опыте некотором 7 превращается даже в 12. Но если у вас их 50, то всякий раз вам нужно будет выбрать одну из этих 50, вы будете просматривать весь список. Не говоря уже о том, когда их 100-500. Поэтому я напишу здесь 7 плюс-минус 2, вот этот классический принцип. Именно так устроено большинство или стремится быть устроено большинство того, что есть в классической Unix-системе, ну и в общем в Linux-е то. Хотя в Linux-е от этого волей-неволей приходится отходить, мы об этом поговорим уже после всего. Вот. И последний принцип, это принцип ответственности. Я бы сказал так, оправданная ответственность. В чем идея? Эта идея восходит к идее, что ты работаешь там же, где учишься, там же, где эффективно решаешь задачу. Человек тем больше получает возможностей по управлению системой, тем больше у него опыта по управлению системой. То есть, когда вы начинаете работать с какой-нибудь Unix-ом, вам сажают гуру и говорят, вот текстовый редактор, вот компилятор компилируй. В какой-то момент вы осваиваете Shell-сценарий, начинаете на этих сценариях что-то делать. После этого вы внезапно становитесь способны решать интеграционные задачи и склеивать на Shell вообще произвольные какие-то манипуляции с утилитами девочек. После чего вы изучаете, допустим, как устроены настройки какого-нибудь веб-сервера, потому что вам нужно веб-сервер запустить. После этого вы внезапно становитесь способным администрировать веб-сервер. Большее знание, большая ответственность. В какой-то момент вам дают пароль суперпользователя, вы становитесь на машине рутом и вообще внезапно понимаете, что вы и есть главный. Все. Вот. Вот это вот принцип оправданной ответственности, он за собой влечет еще два свойства, которые тоже должны быть выполнены. Первое свойство – это достаточность знаний в той системе, в которой вы работаете, любая задача должна быть либо решена на основании тех данных, которые в ней есть, но это, к сожалению, такой юникс 30-40-летнего давности, 20-ти может быть, либо в том информационном пространстве, которое вам сообщество предоставляет, должны быть инструменты ее решения. то есть не приходится рыскать по каким-то подпольным сканам книжек волшебных, которые нельзя купить или можно, с целью найти там внезапное решение ответа на свой вопрос. Это идет в противоречии с принципом ответственности. Задача, наоборот, организовать операционную систему таким образом, чтобы любая задача была разрешима и в смысле доступности информации. Ну и любимый мой принцип, который я всю жизнь злорадно исповедую, это принцип захотел-получил. Принцип захотел-получил лучше всего иллюстрируется командочкой rm-rf-звездочка. Если вы командуете операционной системе что-то сделать, значит вы это имели в виду. Если вы написали программу на языке C и в ней генерируете случайное число, а потом записываете по этому адресу случайное число, значит вы этого хотели. И не надо говорить я этого не хотел. То есть идея состоит в том, что чем больше вы берете на себя, тем больше разрушительных последствий вы можете причинить, если ваша ответственность не правда. И это очень быстро люди, которые случайно удаляли нужный каталог, потому что набирали команду одну, а получилась команда удаления каталога, очень быстро научаются не набирать случайные команды. люди, которые программируют найти, очень быстро приучаются следить за своими указателями, иначе у них все будет взрываться. Такая немножко бесчеловечная с одной стороны позиция, а с другой стороны очень гуманная, потому что чем больше у тебя степень ответственности, тем больше ты можешь позволить себе сделать. И наоборот. Почему этот злорадный принцип я возвел в принцип, ну или по крайней мере в одну из подпорок принцип ответственности, потому что на самом деле, это как в языке программирования CIV в том же самом, если мы принимаем во внимание, что этот принцип вообще существует, это очень сильно облегчает процедуру работы с критически важными вещами. Вот сравним CIV с любым другим языком программирования. сколько всевозможных защит намазано по типу, по правам доступа, по еще чем-то, по интерфейсам в какой-нибудь модуле, намазано на обычную операцию записи какого-то байта по какому-то указательству. Взял, захотел, получил. То же самое в Unix, ну и в Linux тоже. то, как ты модифицировал свою операционную систему, чудесным образом вписав новые настройки в ETC или модифицировав вот этот загружный скейт, это и есть то, что ты хотел. Не получилось? Хочи в следующий раз чего-нибудь более определенным. Вот. То есть, да, так вот, но, но, зато у тебя есть прям вот способ взять и переделать настройки операционной системы, просто модифицируя стартовый сценарий. Взять и записать что-то в память, просто записывать что-то в память. Никаких дополнительных речей, никаких огораживаний, никаких волшебных введите пароль. Это правильный пароль, но теперь введите пароль на подтверждение пароля. Вот этого всего не будет, потому что принцип ответственности. Вот. Что-то я давно про это не говорил. Так, ну, давайте мы все-таки перейдем к основной цели наших лекций и поговорим о дистрибуции вот этого всего. Первым делом давайте определимся с тем фактом, кто является пользователем дистрибутива. Не пользователем каких-то приложений в составе дистрибутива, а самого дистрибутива. Кому, для кого мы делаем вот эту дистрибуцию, кто потребитель самого механизма, помните, разработка, согласование, доставка, диплоймент, эксплуатация. Кто потребитель вот этого механизма? Вот. Подсказка системный администратор, да, в первую очередь потребитель дистрибутива это тот человек, который этим всем будет заниматься. Значит, топ-халф, ну, доставка, само собой, да, дальше дипломент и сопровождение это системный администратор. Боттен-халф, разработка, синхронизация, это сами, само сообщество, которое занимается разработкой дистрибутива. Оно является одним из таких важных потребителей, важных пользователей дистрибутив. Вокруг них, разумеется, будет сообщество активных пользователей, а мы помним, что сообщество активных пользователей в 10 раз больше. Что такое активный пользователь? Это человек, который пользуется вот этими приложениями, но еще и участвует в жизни сообщества, сообщает какие-то ошибки и вообще как-то взаимодействует с разработчиками. Иногда сам таковым становится. Вот. Вот это все и есть те самые пользователи. Но в первую очередь, да, инженеры, внедренцы, системные администраторы, которые сами для себя системные администраторы, разработчики, которые делают что-то в состав дистрибутива. Почему надо делать состав дистрибутива? Мы, может быть, успеем поговорить, может быть, нет. Это важный очень момент тоже. Вот. Может быть, успеем в следующий раз поговорить, когда будем говорить про репозитории, связанные с ними социальную технологию. Короче говоря, когда мы будем описывать, как должна быть устроена дистрибьюция, мы вот эту категорию пользователей должны иметь в первую очередь. Потому что именно они пользуются всей вот этой машинерии, мощью вот этого всего. Другое дело, что мы должны для них туда в дистрибутив положить какие-то ручки, чтобы так называемые конечные пользователи, конченные пользователи, которые запускают три приложения, тоже чувствовали себя комфортно. Вот эти системные администраторы должны сделать так, что вот эти одноклеточные пользователи, они, нажимая на свои трехклеточные, нажимая на свои триклетки, не испытывали, делали, решали свою задачу эффективно. Но это уже такая посредованная штука. Мы должны сделать так, чтобы они должны были сделать так, чтобы у тебя хорошо работали. Так. Давайте прямо пойдем с нижней часть, с разработком. Что мы должны обеспечить, вот если мы имеем в виду вот такую операционную систему, о которой мы говорили в предыдущие две лекции сегодня немножко, что мы должны обеспечить в первую очередь? Разумеется, это совместная разработка, потому что система большая, и главное, что у нас, мы помним, никто не делает систему от начала до конца всю. Наверняка будут люди, которые пишут какие-то дем, тот же Бин, я говорил про него, его делают в интернет-сервис-консорциум. Его пишут не мы, они даже у себя в комьюнити особо не принимают. Но они, честно, все в опенсорство кладывают, такие ребята, я говорю, странные. Поэтому, да, но все равно, поскольку вот эти категории пользователей, о которых мы говорили, они же частичные разработчики, совместная разработка. Разумеется, разработка должна быть открытой, мы об этом говорили с самого начала. Мы пытаемся, когда делаем вот такую операционную систему, как-то нажиться, ну, в хорошем смысле слова, как-то получить какой-то бонус с того, что нам выгодно распространение этих дистрибутивов, нам выгодно их распространение. Вот. Мы хотим привлечь как можно больше людей в эту открытую совместную разработку. Как я уже сказал, но, видимо, это надо упомянуть отдельно, в случае, когда речь идет о разработке дистрибутива, основное направление работы – это адаптация существующего кода, написанного тобой или, скорее всего, даже не тобой, а так называемым апстримом, то есть людям, которые занимаются конкретными программными продуктами. Почему так? Потому что в операционной системе всего много, ты не можешь сесть и написать операционную систему. Ты даже не можешь написать, ну, там, не знаю, десятую долю операционной системы. Если у вас 100 человек, вы можете написать что-то и назвать это операционной системой, но пользоваться этим будет еще нельзя. Поэтому по большей части доработка существующего и это такой особенность разработки на сегодняшний день, которая там должна как-то выражаться в том, как устроен вот этот механизм, обеспечивающий разработчиков удобным технологическим инструментом. Хотя, вот здесь надо сделать замечание. Мы ровно сегодня говорили про одну штуку, которая, скорее всего, достаточно специфична и будет достаточно специфична для конкретного сообщества, а не для всех, скажем, линукс-дистрибутивов в целом. Эта штука это установщик. Вот если у вас есть какой-то полиси, по тому, как жить вместе, как дорабатывать программы, как из этих программ формировать операционную систему, как эта операционная система будет разворачиваться, то уж процедура установки, она точно будет специально ваша. И вот если вы посмотрите на дистрибутивы линукс, в каждом сообществе свой собственный установщик. Например, исключение. это установщик. По многим причинам, в том числе и потому, что целевая аудитория дистрибутивов немножко разная. Мы ее так общо описали сейчас, но если посмотреть на конкретные дистрибутивы, мы увидим, что они рассчитаны на неодинаковые категории пользователей. Как правило, установщик это не доработка существующего, а вполне себе самостоятельная разработка. Причем нет, это дальше. Ну, наверное, я скажу. Значит, а, ну, собственно, установщик, хорошо, это я скажу в другом месте. Как выглядит установщик, это уже процедура дипломента, это топ-халл. Это не то, где комьюнити разрабатывает, а то, где другой комьюнити, вернее, пересекающийся с первым комьюнити устанавливает. Вот. Ну, и вообще говоря, помимо, значит, установщиков, иногда, может быть, даже часто, в дистрибутивы кладутся какие-то плоды собственной разработки для того, чтобы обеспечивать себе какое-то конкурентное преимущество, да, ну, вот, что авторы дистрибутива являются обстримом для некоторых ключевых для них пакет. Почти всегда это так, на самом деле. Потому что они просто вкладываются конкретно в этот пакет, чтобы быть в нем первыми. Другие тоже за ними придут, но потом они будут первыми. Поэтому иногда это и своя разработка. Но все равно доработка существующего это массовое явление. Значит, это у нас была разработка. Значит, согласование. Значит, мы помним, что для того, чтобы все это работало, для того, чтобы все это работало, у нас должна быть согласованная картина. Ох, я сегодня успею разве что половину от всего. Какая жаль. А может и нет. Самая главная фишка давайте я отдельно прямо накажу согласование. Согласование. Самая главная фишка согласования это тот факт, что в типичном Linux-дистрибутиве очень много компонентов. Очень много. То есть, когда вы пытаетесь эти компоненты согласовывать, начинает работать закон больших чисел. Когда у вас четыре программы, они должны одновременно работать хорошо. Это одна задача. Когда у вас 200 программ, они должны одновременно работать хорошо. Это другая задача. Когда у вас сколько в DBA они сейчас в этом самом в Unstable пакетах? Больше 20 тысяч. И они все вместе должны работать хорошо. Это само не делается. Это не делается тестирование этих программ все вместе. Это тем более не делается по парным тестированием каждых двух из этих программ вместе взяли. Поэтому первое, что приходит в голову, это организация какой-то с одной стороны какого-то совместного хранилища всех этих программ и довольно сложной развитой инфраструктуры по помещению в это хранилище, непомещению, то есть недопущению в хранилище и так далее, то, что называется репозиторий. При этом по словам репозиторий я еще раз повторю, я имею в виду не только то место, где лежат пакеты и откуда их можно устанавливать, но и связанное с этим дисциплину полисе, которое собственно показывает, не показывает, определяет, что может быть помещено в репозиторию, а что не может быть. И связаны с этим технологические всякие штуки, которые позволяют вот этим пользователям дистрибутива оперативно и не совершая обезьяньей работы помещать результаты своих трудов в репозиторию и пользоваться и меткул. Значит, что у нас в репозитории? Много компонентов. Компонентов. Дайте я перепишу, потому что это я вот только-только придумал и могу... Что еще с этими компонентами не так? Ну или так? Смотрите, когда я говорил, что в Debian 20 тысяч пакетов, я говорил, ну там, с хвостом большим, я говорил правду, а когда я говорил, что там 20 тысяч программ, я говорил неправду. На самом деле далеко не все эти пакеты являются программами. Например, отдельным пакетом является какая-нибудь библиотека, которая предоставляет программный интерфейс для чего-нибудь, ну не так, графическое. И эта библиотека устроена таким образом, или вернее, живет таким образом, что она нужна для работы еще там нескольких сотен других программ. Вот это очень важно. Что то, что хранится в репозитории, это не отдельный совершенно изолированный компонент. И согласование того, что хранится в репозитории, это не просто сделать так, чтобы оно друг другу не мешало. Но это еще и определение зависимостей. То есть выявление ситуации, когда один компонент не имеет смысла без другого. Ну, также еще конфликты, когда наоборот один компонент не имеет смысла вместе с другим. конфликт. Все это должно решаться на этапе согласования в рамках репозиторий. То есть в рамках такого места, где помещены все наши, вот я говорил слово пакеты, но я сегодня еще такого определения не вводил, все наши компоненты, наши будущие операционные системы. И где мы имеем возможность их вот на эту тему потестить, их модифицировать, определить, что от чего зависит, вот это все. Вообще, помимо зависимости и конфликтов, есть масса свойств, которые мы не можем, масса свойств, относящихся к дистрибуции, которые мы не можем понять просто глядя вот так вот на пакет, а должны его, это свойство, проверить, поместив этот пакет в то окружение всех других пакетов, вместе с которым они будут составлять наш дистрибутив. Например, а вообще он устанавливается или нет? А то может такое быть, что все зависимости удовлетворены, все хорошо, и у нас на машине он работает, только он не устанавливается по какой-то причине, там вот какие-то файлы мешают ему, или файл это конфликт, а допустим в процедуре установки используются какие-то действия, которые в текущем состоянии операционного вообще нельзя выполнять. Ну, не знаю, какой-нибудь каталог залучит, еще чей. Короче говоря, есть, ну или еще что-нибудь, вариантов очень много. Например, мы собрали какую-то библиотеку, в которой внезапно пропали некоторые функции. Все зависимости, все в порядке, но только программы, которые будут запускаться и захотят эти функции из нашей библиотеки, их там уже не найдут. Это называется, это никак не называется. В случае, если зависимости прямой нет, это никак не называется. Это называется не заработало. Но мы можем это проверить на уровне репозиторий. Как проверить? Да вы давайте хранить просто таблицы всех символов, которые все библиотеки предоставляют. Да, они большие. Ну и что? Они все равно небольшие на самом деле. Ну, миллион. Подумаешь, мегабет. Ну, какая польза? Приходит монтейнер, собирает пакет. В этом пакете оказывается, он-то не знал, там 100-500 функций, осталось 104-88. Но бдительный страж репозиторий говорит, дорогой друг, где 12 функций? Кто-то говорит, ничего не знаю. Страж говорит, ладно, сейчас погоди, я проверю их, они вообще кому-нибудь нужны? Смотрит, ни одного пакета нету, у которого было бы, который бы хотел именно эти функции. Ладно, все, проходите. Или, видишь, вот тот, вот тот и вот тот пакет, нужны эти функции, вот эти 12, которые у тебя пропали. Свяжись вот с тем, вот тем, вот тем человеком, который монтейнер помещает вот сюда пакеты и расскажи им о своем горюшке, иначе мы не пустим тебя. Давайте вместе. Вот примерно такая штука, но мы об этом, я планировал об этом поговорить просто в следующий раз, потому что это на целую лекцию разговор. То есть, проверки других, как бы это сказать, свойств, которые можно проверить только в репозитории. Другие свойства. релиз-менеджмент. Релиз-менеджмент. Это слово менеджмент, если кто не понял. Идея в чем? Мы не просто делаем свалку каких-то пакетов в каком-то месте. Мы говорим, выделяем некие периоды, в которые мы говорим или периоды, или, скажем, ветки, как вот в случае Сизифа, нашего репозитория, Мальтова. какие-то периоды или какое-то место, где говорим, значит так, вот сюда вы сваливаете какие хотите пакеты, лишь бы они проходили по тестированию. А вот сюда вы сваливаете пакеты, из которых мы будем делать дистрибутив. И поэтому, пожалуйста, обновление по безопасности, да, а обновление на новые версии, но только в том случае, если вы там вот зуб даете, что ничего не хочется, а только улучшится. Ну или потому, что там это новые версии, там, я не знаю, а старые версии Firefox уже не все сайты смотрят. Ну как-то там, да? Я, конечно, утрирую, но идея именно в этом, что релиз-менеджмент это ведь не только такая бизнес-фиговина. У нас новый релиз, все налетайте. Это еще и дисциплина, согласно которой работает сообщество. Сообщество занимается полировкой или сообщество занимается догонянием апстримов и сборкой новых пакетов. Ну как-то там. Комьюнити-менеджмент. Так, это тоже слово менеджмент, мне просто лень, правда. Значит, в чем идея согласования? Смотрите, иногда приходится принимать стратегические решения на уровне сообщества. когда мы, не знаю, мы все переходим на ПХП-7. Вообще все переходим на ПХП-7, это такая адская работа. Ну вот кто переходил на ПХП-6, на ПХП-5, тот меня поймет. Нет никого ПХП-6. Вот. С ПХП-4 на ПХП-5 переходил кто, тот меня поймет хорошо. Вот. Значит, это же нужно не просто так, это нужно всем подобраться, это нужно оценить масштаб ущерба, это нужно посмотреть, какой фронт работ, это нужно в этом фронте работ вычленить наиболее критичные вещи, которые должны быть решены как можно быстрее, и тогда все остальное может быть. Короче говоря, это работа людей с людьми. Вот. И это все должно происходить в нашем репозитории и при составлении нашего дистрибутива на этапе согласования, то есть в нижней части еще до того, как будет произведена какая-то доставка, какой-то дипломент и все остальное. Собственно, дистрибутив как блин у нас еще пока не появился. Вот. Значит, который у нас частый. А, у меня еще есть 10 минут, но я как раз эту страничку закончил. Значит, теперь относительно топ-халф, значит, про разработку и согласование мы поговорили. Теперь по тому, как это до пользователя доставлять. Вот здесь я сотрог. Значит, что касается доставки. Мы должны решить две специфичные, одну не специфичную проблему. Нет, одну не специфичную, две специфичные. Ну, не важно. Значит, специфичная проблема это процедура установки. Ну, не процедура, а как начать процедуру установки. С чего ставится, грубо говоря? У нас дистрибутив. У нас есть машина, с которой непонятно, что из себя представляет. А нам нужно собой. А нам нужно сделать машину, на которой стоит наш дистрибутив в виде операционной системы. Значит, нам нужен какой-то медиум, и, возможно, не один, а не медиум. Какая-то медиум, возможно, не одна, разные, которые используются как источник установки. Установка по сети, установка с флешки, установка с сидюка, установка путем телепатии, не знаю, какая. Вот. Значит, медиум для установки. Это задача, которую мы должны решить, потому что эту медиу надо еще доставить. Вот. Если это установка по сети, значит, должны быть какие-то сервера, с которых можно ставить. Если это, там, не знаю, флешка, значит, образ флешки, его надо откуда-то скачать. Вот это все. Доступ к репозиторию. Идея в чем? Что на самом деле вот тот комплект программных продуктов, который мы называем репозиторией, который мы называем дистрибутивом, это не то же самое, что репозиторий. В отличие, исключение дебиан. Дебиан дистрибутивом называет как раз то, что мы называем репозиторией. Дистрибутивом джесси это вот те все файлы, которые в репозитории джесси лежат. А блин это блин всего. Тем не менее, смотрите, одно дело процедура установки с конкретного медиа и совершенно другое дело это непосредственный доступ к всем файлам в нашем хранилище, в нашем репозитории. Особенно в случае, если они обновились, потому что там может быть обновление по безопасности, например. Вот эта доставка должна быть у нас перманентной. Мы должны уметь делать так, чтобы наша операционная система ходила в репозиторий и оттуда забирала то, что ей надо. Новые пакеты, старые, но другие пакеты, которые не были установлены и так далее. Доступ к репозиторию. Надежность, секретность, вот это все. Защита. Вот это все. Ну, идея стоит в том, чтобы как-то подписывать пакеты, да? Ну, то есть, чтобы не получилось так, что между нами и тем местом, откуда мы скачиваем пакеты, вклинился Вася Пупкин и предложил свои. И у нас там получился такой Пупкин-стайл Linux, в котором все хорошо, кроме того, что всю информацию она Васю Пупкину и его непосредственному начальству докладывает. Мы же этого не хотим. Не говоря уже о том, что Вася Пупкин может не начальству докладывать, а просто быть хулиганом обученным, и там все взорвется в конце концов. Такой он многоликий персонаж, Вася. Значит, надежность, всякая защита, все. Дипломент тоже имеет достаточно много специфики дипломент именно операционных систем. В первую очередь, это, конечно, установщик. Поскольку вот этих компонентов, которые у нас в состав операционных систем входят, их очень много, вот со всей очевидностью дипломент должен уметь быть автоматическим. ну, посмотрите, сколько пакетов ставится, когда вы ставите один-единственный дистрибутив там, линукса какого-нибудь. Тысячи их. Неравен, сейчас мы скажем, пользователь, садись на попу и давай, устанавливай. не. Значит, точно должен быть автоматический дипломент. Но после сборки всегда должна быть возможность доработать напильнику. Помните, как в том анекдоте, да, как бы нужно было сделать, я уже забыл, что там должно было получиться. Кажется, вертолёт, и получался самосвал. Вот. А потом выяснилось, что в инструкции написано после сборки доработать напильник. Вот так и здесь. Причём, в нашем случае, поскольку наши пользователи, которые мы перечисляли, это, в общем-то, профессионалы, вот эта доработка напильника может принимать изощрённые и затяжные формы. Мы должны быть к этому готовы. Значит, дальнейшая настройка профессионалов. Адаптация. Вот. То есть, мы, когда мы формируем наш дистрибутив, не должны зацикливаться на нажал кнопку «всё, сделай мне хорошо», и всё стало хорошо. Потому что придёт инженер, который скажет, «А мне плохо, я хочу это переделать, давай я буду переделать». И мы должны ему всё это дать. Ну, вот. Понятно. Вот. Разумеется, когда мы что-то устанавливаем, мы должны поддерживать все вот эти свойства, которые мы вывели здесь, зависимости, конфликты, вот это всё. То есть, в момент диплоймента зависимости, конфликты должны учитываться. в чём проблема? Проблема в том, что когда мы собираемся в реальности учитывать зависимости и конфликты, эта информация, вообще говоря, берётся из репозитории. То есть, смотрите, разумеется, когда у нас в пакете прямо написано, что он зависит от другого пакета, то всё хорошо, и мы говорим, я не буду ставить этот пакет, пока ты не поставишь тот пакет, и дальше мы как-то договариваемся. Но в самом ли деле существует тот пакет? А вдруг там в репозитории уже другой пакет? Понимаете? У нас должна быть, когда мы учитываем вот эти вот свойства, выявленные нами при согласовании наших компонентов при их установке, мы должны всегда понимать, что эти свойства, они синхронны в репозиторию. Ну, или у нас есть какой-то слепок репозитория прямо на нашем носителе, да, и там всё хорошо, вот на этом блине. Вот. Это дипломинг. Ну, и, наконец, сопровождение. Видимо, здесь. Я бы хотел тут, конечно... А, о, у меня тут есть доска вложена. И, похоже, пора закругляться как раз. Сопровождение. Ну, самое главное, что возникает при сопровождении дистрибутивов, это обновление. Сплошь и рядом. Всё время что-нибудь обновляют. Вот. Обновление. Причины обновления могут быть очень разные. Например, обновление по безопасности. Ну, вон, тут недавно нашумело. Всякие эти самые грязные коровы, вот это всё. Вот. Если кто не в курсе, значит, есть такой метод работы с ресурсами, в частности, с памятью. Copy on write. C-O-V. W. Вот. Читается как cow. Вот. Значит, суть уязвимости, которая получила название dirty cow, состояла, грубо говоря, в том, что вот этот copy on write до того, как вы сделали в write, предоставлял вам какую-то грязную память, в которой можно было прочесть кое-чего, чего вам нельзя читать. Вот. Поэтому, ну, грязную, неочищенную память. Поэтому dirty cow, конечно. Так вот, значит, обновление может быть по безопасности. Обновление может быть просто потому, что пришёл пользователь и сказал, хочу вот такое. Администратор сказал, вот такое обеспечивается вот такими-то пакетами, сейчас я их тебе поставлю, вот тебе обновление. Ну и, конечно, болезнь новых версий. Да, это главное свойство всех людей, не всех, многих. Вышел хороший, ещё более, ещё более хороший, ещё более годный пакет, который там версий на единичку больше, чем у предыдущего, или на одну сотую больше, чем у предыдущего. Очень хочу, чтобы он был, а не поставишь объект. Вот. Ну, бывает, что в этом пакете действительно какие-то функциональности новые появляются. Вот. Так что да, обновление. Диагностика. Журнализация, вот это всё. И это, конечно, всё нам делает операционная система. Мы понимаем, что вот это вот всё это свойство операционной системы, какие у нас инструменты в операционной системе по диагностике, журнализации, учёту реализованы. Те самые у нас в дистрибутиве тоже должны быть. Но это такая деятельность, которая всегда возникает при сопровождении именно дистрибутива, поэтому я здесь отметил. Ну, допустим, если ты занимаешься, ну, я не знаю, одним конкретным приложением, пускай даже очень большим, то там этой проблемы не возникает. Это не нужно. Из-за этого не нужно беспокоиться. А вот если у тебя сопровождение дистрибутива, там всё-таки вот и это должно быть. Скажем так, когда ты делаешь дистрибутив, ты должен посмотреть, что средства диагностики, журнализации и учёта достаточны для того, чтобы следить за состоянием системы. Вот и всё. Такая мелочь. Обновление аппаратуры, переезд. Аппаратное обновление. Обновление. Переезд. В смысле, на другое железо переезд. Это тоже должно поддерживаться с какими-то минимальными плясками вашим дистрибутивом, чтобы когда, ну, условно говоря, у вас, там, не знаю, окончательно пришла в негодность железя, в который был влокнут винчестер, была бы возможность сравнительно сравнительно за бесплатно переводкнуть этот винчестер в другую железяку и продолжать работать. Ну, там, возможно, с одним-двумя шаманскими действиями, связанными с подготовкой вот того самого стартового виртуального диска, где может просто не быть соответствующих модулей. Вот. А дальше всё должно продолжать работать. Это значит, что сама операционная система и структура, какой её формирует ваш дистрибутив, должна быть достаточно мягко к этому относиться. Вот. Ну, и последнее, что в разделе сопровождения хочу рассказать и на этом, видимо, закончить сегодняшнюю лекцию, это, что ваш дистрибутив должен, как в дистрибутиве должна решаться проблема стабильность versus новизна. Да, вот, есть такая универсальная проблема, рок-солид из прошлой пятилетки или самое свежее со вчерашнего дня, неизвестно, сколько в нём ошибок. Ну, последнюю вчера пофиксили. Ну, потому что ту, которую вы пофиксили, она и была последней. Больше пока не пофиксили. Вот. Стабильность versus новизна. Так вот, я вам скажу, что эта проблема в случае, если вы имеете дело с дистрибутивом, то есть с конструктором, не может быть решена заранее. Дистрибутив должен поддерживать как консервативный способ эксплуатации, когда ничего не меняется, кроме обновления по безопасности, ничего не перенастраивается, всё огорожено, всё, значит, замазано и работает годами. Так и роллинг обновления, постоянное обновление в случае, если это, скажем, рабочее место разработчика вот того самого дистрибутива или разработчика большого продукта, который работает на базе дистрибутива. Каждое новшество должно прижать быстро и безболезненно или по меньшей мере сопровождаться инструкциями, как сделать его безболезненным, если человеку действительно новшество нужно. Вы не можете заранее предсказать, по крайней мере, в рамках репозитория. Какую из тактик будет избрана вашему пользователю? Вы можете позиционировать один дистрибутив как более консервативный, а другой как более новый и, соответственно, изменить политику, скажем, обновлений. В один репозиторий класть побольше нового, в другой поменьше нового. Но это и есть та задача, которую нужно решать в процессе. Дистрибутив не может быть заранее прибит гвоздями в нем какой-то вот один одна тактика. Вот такие дела. Мне кажется, я выжил свое время, даже на 3 минуты прошел вперед, поэтому у нас, значит, я из того, что обещал, рассказал примерно половину. Из чего следует, что у нас в следующий раз будет разговор про сейчас посмотрю, про что будет разговор. про собственно принципы пакетирования и возможно тогда же я к ним подверстаю разговор про репозиторий, который я обещал сделать в одну лекцию, но будет пол лет. Вот такие дела. Если есть какие-то вопросы прямо сейчас, задавайте. Все, все уже умеры. Ну хорошо, спасибо. Поехали. Спасибо.